Итак, добрый вечер, дамы и господа! Начинаем наш летсплей по Bioshock Infinity. Разумеется, играю я на херовых настройках, иначе ничего и не получилось бы вообще. Наша кукла Барби похожа на куклу Барби, или на какую-то анимешную героиню. Вот за этой, так сказать, не очень-то интересной особой я ползал полыгры, и буду продолжать ползать еще. Что вам сказать? Ну, на самом деле, первоначальная игра впечатлила своей графикой, конечно, графон охуенный. Но также абсолютно не порадовала своим гейпплеем, который, в общем-то, очень обыкновенный. Я посмотрел также и других обзорщиков по этой теме, но как-то, в общем, не впечатлился ни одним обзором. Надо сказать, что игра, как видите, у меня просто-таки ползет совершенно черепаховым образом. И на самом деле это, как ни парадоксально, доставляет. Вот тут, по-моему, очень интересный бак. То есть, на самом деле, я каким-то образом проваливаюсь в этот дурацкий бассейн, и уже никакого из него выхода нет. На самом деле, я должен был в него упасть по сюжету и выплыть на пляжи. Но вот нифига не получается. Вместо этого я, как в стандартном баге, естественно, проваливаюсь все глубже и глубже, без всякой перспективы на выход. Очень часто вообще в играх такое случается. Но я не знаю, почему вообще именно такое бывает в играх. Мне кажется, что звук был очень силен. Сейчас я его занижу, и мы попытаемся пройти опять этот же эпизод. Собственно, насколько это интересно было. Да не знаю. На самом деле, меня дико взбесило то, что при нормальном прохождении этой самой игры все происходит очень быстро, и вообще ничего нельзя увидеть. А вот так как я ползу по этой игре, в этом есть какой-то забавный резон. Черт. Да, ну вот я продолжаю падать в это непонятное что, что-то. Помните, так же я провалился в фоле. Когда-то это было очень забавно. Вот, вот, собственно, на этом все и заканчивается. Очень любопытный баг. То есть, казалось бы, я должен был вернуться по скрипту куда-то наверх, но не вернулся. То есть, как-то провалился и все. И даже не умер, что самое смешное. Я почему-то остался жить в этой удивительной хрени, в этой удивительной дырке. Я думаю, что это будет самый дикий летсплей вообще, который вы видели. Вообще меня занимают дико баги в играх. Они порой доставляют необычайно. Просто необычайно. Вот красиво так, все красиво. На самом деле, игрушка очень красивая. Это, как я уже говорил, действительно графика охуенная просто. Но то, что сюжет линеен, это тоже, в общем-то, понятно все. Смотрите, какой прирост. Потому что ничего не происходит. Вдруг у меня с какого-то хера зажглась рука. Хотя я вообще ничего не нажимал. Ну, давайте кинем эту гранату, что ли. Хм, она неактивна. И из этого самого пулемета тоже выстрелить не могу. Я не умер. Я вешу в такой вот нирване маслаевской. На самом деле, где очень отчетливо видны все грехи. А давайте попробуем увеличить на самом деле все. Исходящее, да, вот сделать все по самому высшему. Вот у меня был здесь... Я убрал, естественно, все настройки. Она очень высокая. Давайте поставим. Это очень высокая. Отлично. Посмотрим, что будет. Как эти облака изменятся. Так, черт. Да. Назад, конечно. Посмотрим, что будет. Так. Ну, облака стали намного интереснее. Но все же... Все же не настолько интересно, чтобы на них долго смотреть. Я по-прежнему ничего не могу с этим сделать. Это очень смешно. На самом деле. Зато вот все просто окружающе офигенно. На самом деле, что такое игра Bioshock Infinity, в общем-то, как, наверное, многие другие игры. Это американская паранойя на тему, собственно говоря, каких-то проповедников, которые порой учреждают некие динаминации, секты. Те, которые не нравятся государству. Так называемые опасные секты. Как мы видим здесь по сюжету, вначале был рай такой. Вот мы в этот рай попали, собственно. Попали мы на небеса. Зачем вообще дальше игру проходить, если мы уже на небесах? Вот все как бы. На самом деле я попал в рай. Предел мечтаний. Представьте себе, что вот рай такой. Ты, в общем-то, не мертв. Ты не можешь сдвигаться с этой точки. Кругом чудесные облака. Вот так вот светит солнышко. И ничего ты не можешь сделать с этим. Ты как бы в вечном пребываешь в таком состоянии. Любопытный рай, правда? Вот если бы он был такой, наверное. Я не знаю. Но можно думать. Можно смотреть за этим облаком, как оно проплывает мимо нас. Так вот, вернемся к нашей паранойи. Вернемся к паранойи американских властей по поводу всяких сект и динаминаций, которые порой организуют всякие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова